Здравствуйте, меня зовут Борис Драгилёв, я сказочник. Сегодня я вам расскажу, как придумать сказку для будущего своего сценария в кино. Или как придумать сказку для будущего своего романа. Или как придумать сказку для будущего своего бизнеса. Неважно, всё сперва начинается со сказки. Нужно сначала придумать сказку. Во-первых, что такое сказка? Сказка... Какие однокоренные слова вы знаете со словом сказка? Мы знаем. Оказывается, оказия, кажется, приказ, заказ, указ. То есть, что в основе? Казус, кейс по-английски. Оказия, случай. То есть, сказать, это значит сделать так, чтобы что-то случилось. И вот как же сделать так, чтобы всё случилось? Сперва нужно стать сказочником. А что такое стать сказочником? Это значит, чтобы у тебя был взгляд сказочника. Нужно залезть куда-нибудь, не знаю, на чердак, на антресоли, на крышу, на самый верх. Сесть вот так вот перед окном и сделать вот такие вот глаза. Смотрите, вот здесь вот веки поднимаются. И вот эти веки поднимаются. И улыбка чуть-чуть поднимается. И вот так вот нужно поставить. И у тебя ты сразу оказываешься в чертогах разума. И в этих чертогах разума у тебя возникают разные образы, разные случаи. Ты можешь что-то взять, что-то отбросить. У тебя там целый мир. Ты становишься сказочником. Это самое первое, что нужно сделать. Без этого вообще ничего не работает. Теперь, что нам нужно сделать? Без чего не может обойтись никакая сказка. Самое первое, нужно придумать персонажа, героя, характер, с кем все это происходит. Как его придумать? Для этого нужно задать себе вопрос. Какой это человек? Я могу дать вам даже задание. Нужно, например, придумать какой-то персонажа и назвать его условно Петр Петрович. И сказать, что Петр Петрович – это человек, который женился 10 раз. Ну, какой-то факт придумал о нем. И уже из этого факта у нас уже может родиться история. Но мы пойдем дальше, допустим. Петр Петрович – это человек, который был самого высокого роста в классе. Уже тоже есть какой-то характер. А еще это человек, который любил собирать бабочек. А еще это человек, который боялся воды. А еще это человек, который был женоненавистником, например. То есть мы придумываем много-много фактов, а потом убираем все лишнее. Чтобы появился какой-то человек, которого мы реально могли представить. И мы говорим, а еще у него была борода. А еще он носил потертый пиджак. А еще он никогда не мыл руки, например. Еще у него были грязные ногти. А еще у него была кепка, например. И мы рисуем в голове вот этого человека. Мы стараемся его оживить, чтобы нам было его за что полюбить. Сложно полюбить человека совсем без недостатков. И сложно полюбить человека, у которого сплошные недостатки. Он где-то такой же человек, как и мы все. И у него что-то есть хорошее, что-то есть плохое. Как только вы ему вот так вот подмигнете, и он вам в вашем ображении ответит как-нибудь, значит он уже живой. Значит у вас есть персонаж, которого можно запускать в приключениях. Но он один же не будет действовать. Для этого нужно придумать ему еще друзей. Нужно придумать, есть ли у него там мама, или есть ли у него какая-то жена, есть ли у него дети, есть ли у него друг, есть ли у него враг. Этих всех персонажей тоже можно придумать. Можно не сразу, можно потом, по мере того, как они потребуются. Но самое главное, если у вас есть персонаж, у вас уже есть сказка. Этот персонаж просто ждет приключений. Как же нам запустить нашего персонажа в приключения? Для этого нам нужно сделать так, чтобы нам самим было интересно посмотреть, что он там будет делать. А что нам самим интересно? Нам интересны темы, которые нас лично волнуют. Вот вспомните, неделю назад, месяц назад, что вы обсуждали со своими друзьями, какие вопросы вас волновали. Именно эти вопросы и нужно задать этим персонажам. Например, сколько можно прощать своего друга, который тебя все время подставляет? Один раз прощать? Десять раз прощать? Всегда прощать? Или не прощать? Мы не знаем ответ на этот вопрос. Или, например, существуют ли сейчас в наше время чудеса? Вот волшебство. Или уже не существует? Некоторые верят, некоторые даже какие-то приметы верят, люди, некоторые верят в чудеса, а некоторые не верят. Но мы не знаем точно наверняка. И этот персонаж тоже может задавать такие вопросы себе. Самое главное, чтобы в этой теме не было определенности, что мы не знали, никто не знает ответ на этот вопрос. Допустим, что лучше, быть счастливым или быть богатым? То есть, такие вопросы, которые всегда всех волновали, и тебя тоже волнуют. И вот неделю назад тебя волновали, месяц назад тебя волновали, и ты не знаешь до сих пор ответа на этот вопрос. Все эти вопросы нужно сделать так, чтобы персонаж сам себе задавал. Тогда у него открывается дверь для приключений. И нужно с ним пойти сначала в одну сторону. Он, допустим, решает, что да, волшебство существует. Как же не может быть так, чтобы не было волшебства? И он сталкивается с тем, что не может сотворить никакого чуда. Потом он идет в обратную сторону. Он говорит, нет, никаких чудес не существует, это все выдумка. Или же у него есть друг, который на эту тему с ним разговаривает. Самое главное, чтобы погрузить этого персонажа в эту тему, которая тебя лично волнует. Ну вот, у нас все готово, чтобы запустить нашего героя в приключения. Недавно один услышал, как один театральный художник, известный, говорил своим ученикам. Он говорил, что, знаете, все спектакли устроены одинаково. Вы только меняете им декорации. То есть нам только кажется, что все истории, они какие-то разные. Все истории со времен греков устроены одинаково, потому что законы драматургии, они везде одинаковые. У нас есть герой, у него есть тема какая-то, которая наинтересуется. И в этой теме ему что-то очень важно. Ему что-то очень важно. И то, что ему важно, то, что для него значено, это становится, оказывается в опасности. У него может это исчезнуть. Либо он что-то придумал, ему нужно это захватить. Либо его мучает ответ на какой-то вопрос, который ему нужно найти. В общем, у героя возникает сложная ситуация, где его ценность оказывается под угрозой. И это называется завязка истории. Когда человек попадает в обстоятельства, которые он не может превозмочь таким простым каким-то методом. Когда обстоятельства выше его возможностей. Например, если я вам скажу, что я ночью пошел в туалет. Вы скажете, ну, подумаешь, ерунда какая-то. Все мы ходим ночью в туалет. Но я не сказал, что мне было пять лет, когда я ходил ночью в туалет. И я очень боялся темноты. Потому что в темноте, может быть, Баба-яга, в темноте живут подкроватные монстры, они могут тебя схватить за ногу. Но самое главное, что мой старший брат очень смеялся надо мной, что я не могу пойти ночью в туалет такой большой. И я, чтобы доказать брату, что я могу, несмотря на то, что у меня там подкроватные монстры Баба-яга за шкафом, я все равно ушел в туалет в темноте. И это создавало драматическую ситуацию внутри меня. Но это всего лишь один случай. А наш герой, у него уже целая тема. Ему нужно ответить на глобальные вопросы. Поэтому у него будет больше перипетий. Что такое перипетий? Это когда мы хотим герой надеяться на то, что ему повезет и случится то, что он хочет. А потом обстоятельства оказываются так, что он отчаивается и у него нет никакой надежды. И сказочник, то есть вы, лишаете его этой надежды, а потом снова даете ему эту надежду. Лишаете его надежды, даете его надежду. И сколько вы лишаете его надежды, и сколько вы даете его надежды, зависит только от вас. И чем больше будет происходить вот этот перепад, да, перипетий героя, тем дольше будет длиться ваша история. Самое главное, что вашего героя нужно привести к развязке, привести к кульминации, привести к финальной битве, где он сразится с каким-то противником или с самим собой, неважно, с кем угодно он может сразиться, главное, что ему в этот момент нужно разрешить все вопросы, которые вы мучили, ту тему, которую вы задавали. Нужно избежать опасности для его ценности, которые он защищал. Если он вступается за друга, то друг оказывается в безопасности. И тут в зависимости от развязки у нас вырисовывается жанр. То есть если ценность героя погибает, значит это была трагедия. Если она спасена, значит это была драма, мы переживали, но все закончилось хорошо. А если ценность была не настоящая или угроза была шуточная, значит это комедия. Все очень просто. Вот представьте, переходит уточка с утятами через дорогу. 8 полос движения, 4 туда, 4 сюда. Грузовики, легковые машины, мотоциклы несутся. И каждый представляет угрозу для этой уточки, ее утят. А она такая идет, спокойно, ничего не подозревая. И мы видим, что она перешла уже на следующую полосу. Сейчас ее грузовик раздавит, он такой проезжает. Но он проехал над ней и все спасены. Потом мы переживаем же, что с ней будет. Смотрим, она уже дошла до середины. Думаю, не знаем, будем мы смотреть, как она будет проходить. Или мы не хотим стать свидетелями трагедии. Так вот, если уточка доходит до конца, это драма. Мы переживали, но все хорошо. Если кто-то погибает, то это, конечно, трагедия. Мы переживали, и кто-то погиб. Но если, допустим, на полной скорости грузовик врезается в уточку и разбивается, а уточка спокойненько перелетает в другое место, то это была комедия. То есть угрозы или ценности были ненастоящие. И исходя из этого, мы понимаем, что мы хотим. Но дальше самое главное, что происходит после кульминации и после развязки. Вот мы прожили с нашим героем целую историю. А зачем это все было? Что, собственно, произошло? Кому это все надо? Здесь обязательно нужно проследить, что поменялось в этом герое. Что в нем изменилось? Как изменилось его качество? Как изменилось состояние? Как изменилось его мировоззрение? Что, собственно, произошло? Ответил ли он на этот вопрос или не ответил? Что качественно изменилось в нем? Какая трансформация произошла с героем? Ровно для этого мы и делаем всю эту сказку. Чтобы потом люди, которые посмотрели, примерили эту историю на себя и подумали, а как бы я поступил в эту историю? А что бы я сделал? Я бы вообще не так поступил. А я бы взял бы и так же поступил, как этот герой. Чтобы людей зацепить вот этой трансформацией. И в связи с этим я хочу дать вам одно небольшое задание. Вспомните какую-то историю, которая произошла с вами буквально сегодня. Ну, может быть, вчера. Неделю назад. Не знаю, больше, чем месяц. Просто какую-то простую обычную историю. Просто которая первая вообще придет в голову. И расскажите ее своему другу или маме, или самому себе. Да, если сейчас никого под рукой нет, можно просто записать на телефон. Это первое, что надо сделать. Просто простая история. И посмотрите, что в этой истории произошло. Какая трансформация с вами произошла. Что изменилось в вас? Что изменила в вас эта история? Проверьте, каким вы были до, что произошло в момент, и что стало с вами... Чуть-чуть изменилось. Или много изменилось, или это было очень сильное потрясение, или какое-то небольшое. Но нужно заметить вот эту трансформацию. И когда вы заметите эту трансформацию, расскажите эту историю еще раз. Другому человеку, тому же самому человеку, еще раз расскажите, если это ваш друг, он выслушает вас 10 раз. Ну, либо же себе самому, уже осознавая, что с вами произошло, рассказать это еще раз. записать, может быть, на телефон. И это еще не все. Теперь в третий раз рассказать эту историю нужно будет уже мне. Записать ее на телефон и прислать мне. Но нужно рассказать о себе, как о сказочном герое. Допустим, давным-давно в такой-то школе учился такой-то человек, и это был человек, который... Вот все, что мы сегодня проходили. И рассказать о себе, о своей истории в третьем лице. Как о каком-то персонаже. Рассказать какую-то легенду, былину. Может быть, форма может быть любая. Главное, чтобы это были вы, но это был какой-то другой человек, легендарный, да. И запишите это на телефон и пришлите мне. Меня зовут Борис Драгилев, я сказочник. Вконтакте, жду. Можете прислать ссылку у себя на Ютубе, там, на ТикТоке, Вконтакте, где угодно. И я, соответственно, посмотрю. И потом мы это все опубликуем и всем про вас расскажем.